На этой неделе было так опять достаточно горячо в стенах Конгресса. Опять заблокировали голосование по законопроекту о финансировании военной помощи для Украины и не только. Ну и вы уже не раз говорили свое мнение по этому поводу, что это всего лишь шоу, которое свойственно Америке, и что украинцам не надо на это обращать внимание, и все будет хорошо. И как мне показалось, что вот в дымовой завесе этого шоу мы тут в Украине уделили меньшее внимание другому достаточно важному событию, которое параллельно прошло в Америке. Речь идет о конференции по военно-промышленному сотрудничеству между Соединенными Штатами Америки и Украиной, в результате которого был подписан меморандум между этими двумя странами и министр по стратегических отраслей промышленности Александр Камышин уже даже так приоткрыл несколько завесу, о каких проектах совместных идет речь. Первое, что будет создаваться, ну такой какой-то микс ПВО, где будут браться советские старые пусковые установки, как-то миксоваться с американскими технологиями для американских снарядов. Ну и что достаточно много обещающее, это то, что в Украине будет запущено производство снарядов 155-го калибра, не обнадеживая только что для запуска этого производства необходимо аж 2-3 года. Но вот как вы считаете, господин Юнус, вот это вот эти проекты, о которых говорит Александр Камышин, это вот такие первые ласточки, и мы можем надеяться, что в перспективе Америка даже доверит Украине, возможно, по лицензии производить какие-то более серьезные, сложные виды вооружения, или вот все на таком Франкенштейне от ПВО и закончится. Я вас благодарю за то, что вы именно решили уделить с этого ракурса все то, что происходит в последнее время в Соединенных Штатах Америки, и персонально вот касательно этой самой встречи, этого мероприятия. Я о нем также во всех этих передачах отмечал, то есть я специально говорил о том, что с моей точки зрения на фоне всех тех нарративов, которые целенаправленно делаются, антиукраинских в качестве ИПСО, эта тема намного важнее была, да, поэтому и, к сожалению, ей очень мало внимания уделено, в то время как это очень важная тема. Вы обратите внимание, что посмотрите состав делегации Украины какой-то, то есть кроме президента нам все, то есть председатель Верховной Рады, министр обороны, руководитель офиса президента, то есть и вот министр инфраструктуры, плюс огромное количество бизнесменов, которые занимаются именно этой самой направленностью, то есть военно-промышленным комплексом Украины. И посмотрите, кто с американской стороны принимал участие. 350 представителей всех 50 штатов, подчеркиваю, всех 50 штатов, которые представляли буквально весь военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки. Это очень серьезное мероприятие. И, конечно, так много информации, так же не будут на эту тему говорить, потому что все, что связано с военно-промышленным комплексом, это всегда была засекреченная информация. И в Советский Союз США так же поступали. Публично много что могут сказать такое, ну, из того, что можно сказать. А суть – это вот то, что вы сейчас меня спрашиваете, да. Что доверят, что будут делать? Я не сомневаюсь, что именно Соединенные Штаты Америки, понимая, что идет переформатирование мира, новые риски, новые вызовы, и Соединенные Штаты Америки не могут быть полицейским, жандармами на всей этой планете одни после развала Советского Союза, вот то, что сейчас происходит, и современные технологии, и современные вызовы, вот это все требует как-то координации, системного какого-то подхода, и в первую очередь со своими союзниками. Заметьте, похожие процессы пошли и в Евросоюз, и на территорию Европы. И вот точно так же там зашевелился ВПК, который никогда этим не занимался, потому что они были спокойные, находясь под зонтиком США с одной стороны, и с другой стороны на протяжении десятилетий торгуют с той же Россией. То есть все было нормально для них. Пока это все не взорвалось, у него первый ступик, все понимали, что рано или поздно это должно взорваться. Ну, они надеялись на то, что это взорвется через 10 лет, через 20 лет, насколько важно. Ну, вот это взорвалось именно сейчас, и тем более уже и США. Вот то, что сами американцы вмешались, опять же, не на том уровне, на котором нам всем надо, но опять же вмешались. Это говорит о том, что американцы понимают, что если они не вмешались бы, это вышло бы из берегов. И в первую очередь прошлось бы по Евросоюзу и по НАТО. И тогда однозначно американцам пришлось бы потом прикладывать огромное количество усилий и денег, и еще неизвестно, удалось бы это им сделать. И была бы, наверное, большая кровь, могла бы повториться ситуация перед Второй мировой войной точно такой же, как они тогда этими не занимались. Перепоручили европейцам, европейцы занимались увещеванием, то да все, и потом в конечном итоге и Мюнхенский сговор, а потом все равно это не остановило Вторую мировую войну. Поэтому, понимая это все, американцы также вклинились, а вот ход этой войны и незавершенность этой войны, и плюс интересы Соединенных Штатов в первую очередь, и многих стран Старой Европы, ведущих стран Евросоюза и НАТО, говорят о том, что для них главная задача самим не вмешиваться, самим не вовлекаться. Ну и они рассчитывали на том уровне поддержки, который они будут делать, им будет достаточно. По мере того, что эта война развивалась, они увидели, что и санкции не дают определенного того уровня, потому что так они и санкции не делали так, как надо делать изначально. То есть изначально идея была правильная, то есть стратегия была правильная. Вот ее трактическая реальность. Вот у России, например, стратегия была неправильная, то есть напасть на вас, да, и поэтому тактически они не могут ничего вытянуть из этой ситуации. А стратегия помочь Украине, она была правильная. Она была, конечно, правильная. Другое дело, вот тактическая ее реализация, тактическая, то есть теперь они не знают конечную цель, то есть Украине, чтобы не проиграла, точно, Украина уже не проиграет, Россия, чтобы не выиграла, Россия точно уже не выиграла, но они же не видят перспективы этого, то есть должна же быть, ну хорошо, и сколько можно. Она должна выиграть, да, должна выиграть Украина тогда. Продолжаться вот эта ситуация, то есть эта ситуация, ситуация, она не может, потому что здесь ничьей быть не может, потому что первую очередь на эту ничью не пойдет Украина, и та же Россия больше заинтересована в этой ничье, но Россия заинтересована в этой ничье сегодня, то есть заморозка конфликта, Россия это устраивает, Украину это не устраивает, потому что для Украины это не ничья, для Украины это поражение, и исходя из этого, и все понимают, что вот давление на Украину, вот то, что регулярно делалось на протяжении двух лет, там переговоры, переговоры, всякие вот эти ИПСО, которые с утра до вечера два года бросаются и сегодня продолжаются. Ну, слава Богу, Украина держится при всех своих огрехах, которых я каждый день в эфире вашего канала говорю. То есть, главное это ваша Ахиллеса опита, нет у вас консолидации вашего общества. И именно это, это позволяет вот так на Западе им спекулировать в огромном количестве, и эти ИПСО с России или с других стран также проталкивают сюда. Поэтому эту лазейку надо вам закрыть однозначно. И, конечно, вот это все эти процессы привели к пониманию тому, что если мы не хотим сами вовлекаться своими солдатами, если сегодня Соединенные Штаты понимают, что не хотят они быть однозначно жандармом и этим главным зонтиком, они должны вовлекать Евросоюз. И они, вы видите, вовлекают Евросоюз. Создали Рамштайн, то, да, все. И сегодня, вы видите, уже военно-промышленный конкурс Евросоюза уже создается. И, как вы видите, встречаются, говорят, лидирующую ультаж Германии взяла на себя. Германия – это главная экономика Европы, главная ВПК у них и так далее. Но есть еще много других стран. И Великобритания, и Франция, и та же Италия, и новая Европа – это в первую очередь. Чехия, Словакия, которые имеют эти традиции, Болгария в том числе, потому что Варшавский договор, вот Советский Союз, Советский Союз, в свое время противостояние между США и Советским Союзом именно на территории своих этих самых сателлитов, так сказать. Просто Советский Союз, Варшавский договор, США, Евросоюз, НАТО. Как эта территория. Советский Союз, он там создавал этот военно-промышленный комплекс. Ну, чтобы не из Сибири таскать туда, а все необходимое на случай того, что если вдруг здесь на Европейском континенте что-то будет, чтобы в этих странах, которые они контролируют, где есть Советский военный баз, на тот момент, да. И они, конечно, это все именно делали. Поэтому американцы сегодня понимают, что это надо делать уже на территории Европы в том числе, потому что, чтобы завтра, если вдруг какая-то ситуация, форс-мажорные риски, Европа должна иметь это. И сам факт того, что это проходит сегодня в США, и это идет отдельно, без Евросоюза, а именно США, Украина говорит о многом. Это очень серьезный момент. Это говорит о том, что США именно эту территорию, эту географию видят в качестве военно-промышленного комплекса, главного для будущего НАТО, для будущего Евросоюза, для будущего своего плацдарма. Потому что, во-первых, географическое место, самое удобное. То есть это буквально буфер, да, между Россией, между евразийским тем пространством, оттуда входит и Россия, и Китай, да, в первую очередь, те, которые находятся в доктрине национальной безопасности, как противники США. Поэтому именно на передовой должна быть вот такая территория, география, с мощным военно-промышленным комплексом. Это очень важно. Плюс эта территория имеет традиции исторические, да, особенно во времена противостояния Советского Союза и США. Это происходило на этой территории. Поэтому я не сомневаюсь, по мере укрепления того, именно Украина, они будут укреплять и Чехию, они будут укреплять и Словакию, и Болгарию. То есть там, где эти моменты, так же вы, помимо того, что старая Европа сама по себе тоже будет заниматься этим. То есть это сам факт того, что это состоялось, и то, что вот уже принято конкретное решение. И это будет не просто так узконаправленное, и вам только мелочь какую-то доверие. Это когда машина запустится, можете не сомневаться, там придет время, там будут выпускать, можно сказать, какая разница американцам, где это выпускать. То есть Америка от этого не пострадает, потому что это, если Америка это будет делать на этой территории, Америка всегда свое возьмет. Вспомните план маршала, который американцы вкладывали, все, что потом надо будет, это так же вернулось, сторится и туда. Но другое дело, американский военно-промышленный комплекс от этого так же выигрывает, потому что если это совместное предприятие, значит, это уже рабочие места. И это будет работать на экономику здесь в США, и это будет усиливать внешнеполитические интересы США, и защиту этих интересов в той или иной географии, особенно в первую очередь на территории Европы. Я имею в виду именно в этой географии Украина самая большая территория. Так что это очень важный момент, это очень важный момент, и очень хорошо, что вы его отметили. И это говорит о том, что и в Америке, и в Европе готовятся показать России, что она готова идти в долг. Если в России сегодня озвучивается тезис на предмет того, то, что время работает на них, они глубоко ошибаются, время не может работать на них, время может работать только на сильного, на слабого нет. Если Украина была бы сама по себе одна, тогда можно было, Россия могла бы сказать, вот мы вдвоем, больше никого нет. Но они не вдвоем. Поэтому Россия ищет в себе союзников, видите, и Северная Корея, и Китай, и Иран, сейчас на Ближний Восток попыточки. Но если мы сравним все возможности финансовые, все возможности экономические, я уже не говорю военно-технические, этих стран, где появился президент России, и сравним весь Рамштайн, и в первую очередь во главе с Соединенными Штатами Америки. Мы увидим, что это разные весовые категории, и именно поэтому, поэтому это дает возможность той же Украине взять качеством, не количеством, потому что, если Россия собирается здесь выигрывать качеством, то есть количеством населения, количеством оружия, которое у них в огромном количестве со времен Советского Союза, то в этой войне количеством убрать нельзя. Потому что, несмотря на то, что, вот смотрите, почти два года прошло, Россия сегодня потеряла уже почти половину из того, что она оккупировала после 24 февраля. Половину уже освободили. И поэтому сейчас то, что вот застопорилось, вроде бы, да, как говорят, это не застопорилось. Просто у России нет возможности двигаться вперед, а у вас сегодня идет, я так понимаю, позиция удержать то, что вы освободили, и тихо-тихо усиливаться. Более того, вы же видите, Россия не движется вперед, но вы худо-бедно продвигаетесь. Вы продвигаетесь. Просто это не так масштабно, как в самом начале все думали, это было на Харьковском направлении, на Херсонском направлении. Просто уже, знаете, это на что похоже? Это похоже на то, что вот когда вбираешься в гору, в начале, в начале, первые тысячи, две, три, четыре тысячи, тот же Эверест, например, подняться всегда легко, быстро, но уже когда ты доходишь где-то на 7 тысяч, 7,5 тысяч, к 8 тысячам, там уже очень тяжело. Мало осталось, да, вроде бы. Ты это преодолел, там, допустим, за несколько дней, а там ты месяц можешь стоять, потому что воздух разряженный, всякие там лавины, погодные условия, много чего такого может быть, да, но ты медленно, медленно двигаешься туда, и уже не всей командой, например, двигаешься туда, а медленно, но главное дойти до этого Эвереста, да, поэтому я именно вот так оцениваю этот процесс, и сам факт того, что идет вот такой системный подход на усиление темы военно-промышленного комплекса, и в первую очередь это проходит под руководством Соединенных Штатов Америки, непосредственно, отдельно с вами, и непосредственно этим занимается уже Евросоюз, где лидирующую роль играет Германия, вот там Германия взялась за это, тот же Борис Писториус, который заявил о том, что через несколько месяцев будет поставлен вам 200 тысяч этих снарядов, да, то есть тот миллион, который обещали, как будто бы не собирается там, ну какая разница, не соберется к марту, соберется к апрелю, соберется к маю, но сам факт того, что именно 200 тысяч, Германия вам к этому времени, которому они обещали миллион, да, со всего Евросоюза, свои 200 тысяч, они поставят, ну просто Германия на то и Германия, и это тоже достаточно большое, но я уже не говорю по всем остальным направлениям, посмотрите, сегодня та же Болгария, преодолела вето того же президента Болгарии, да, опять же, старое оружие, но то оно работает, и оно нужно сегодня на этом поле, поэтому это очень важное мероприятие, и очень хорошо, что вы отметили это, я добавил бы к этому еще то, что эти представители военно-политического руководства Украины провели параллельно с этим, вот эти все, которые принимали в этой конференции, они принимали участие с руководством Конгресса, со всем руководством Конгресса, и с конгрессменами, и с сенаторами, и с республиканцами, и со спикерами палаты, нижней палаты, с спикерами верхней палаты, то есть были открытые встречи, огромное количество закрытых встреч, и насколько я понимаю, вопрос с финансированием Украины однозначно решен, с финансированием Израиля решен, и Тайвань, просто они должны пройти вот это шоу до конца, и это шоу, вот то, что было, то да все, можете на эту тему не сомневаться, иначе этих встреч не было бы, иначе этих фотографий не было бы, и не показывали вам это все, понимаете, они хотят показать о том, что это закон жанра, то есть процессы идут именно в том направлении, то, что я здесь вижу, вот это все с одной стороны, и поставьте с другой стороны все эти проплаченные статьи, Washington Post, New York Times, The Hill, вот это самое, The Economist, вот это все, сравните это, это разные вещи, если руководствуется этим статьям, значит этих встреч вообще не должно быть, этой конференции в ЭПК тоже не должно быть, понимаете, в Европе не должны идти соответствующие процессы, просто они выдают желаемое за действительным, главное, чтобы вы на это не ловились бы, понимаете, ваше руководство на это не ловится, это однозначно, и те, кто здесь с вашим руководством работают, тоже на это не ловятся, и те, кто владеет информацией в той или иной мере, как работает американская машина, тоже не ловятся, я во всяком случае не реагирую на эти жены, но, к сожалению, вы в огромном количестве на это болезненно реагируете, и создается такое впечатление у украинского населения, те, которые вот этих перипетий американской внутриполитической жизни не понимают, вот они сидят, думают, о, не дали Украине финансирование, А Рамис Юнус уходит и говорит, не беспокойтесь, вы получите. К вам это не имеет никакого отношения. Это внутриполитическая кухня. И опять же, это внутриполитическая кухня. Я не так сильно, может быть, расшифровываю или так подробно расшифровываю, потому что я думаю, может быть, это вам неинтересно. Но если вам будет интересно, я это тоже могу расшифровать. — Господин Юнус, вот тут как раз я хотела вам задать вопрос про политическую кухню. Так, знаете, мы вроде живем в Украине, у нас тут тоже своих кухонь хватает, но приходится нам разбираться в кухнях и Венгрии, и Словакии, и Польши, и Европейского Союза. И вот в Американской, наверное, тоже следовало бы разобраться. Вот это вот такое феерия эмоций, которая была на этой неделе в Конгрессе, связанная с таким противостоянием между республиканцами и демократами. Все это вроде как разворачивалось для публики вокруг вот этого вот вопроса по укреплению южной границы Соединенных Штатов Америки, ну с Мексикой границы. То есть и нам, как вроде бы казалось украинцам, что есть республиканцы, у которых фокус интересов больше внутри страны, что они хотят защитить страну от наркотиков, от наркотрафика, который идет через эту границу, от незаконной миграции и так далее, и так далее. Ну вот такой фокус у этой политической силы. И вы в одном интервью-то как-то вскользь очень сказали, что дело даже и не вот в этих вот внутренних интересах Америки, а в том, что мигранты, которые пересекают границу в перспективе, это избиратели демократов, поэтому их присутствие в Америке невыбогадно республиканцам. Расскажите об этом подробнее для того, чтобы просто украинцы питали меньше иллюзий и понимали, как делается большая политика. Я вас благодарю за этот вопрос, коль вы именно такой ракурс ставите, но здесь надо понять, например, в чем главное различие демократов и республиканцев исторически, потому что надо понимать, на чем базируются идеологические составляющие этих партий, а то вот назвали партию, да, одни, кстати, демократы это партия ослов, вот, а это партия слонов, республиканцы. И вопрос, задайтесь вопросом, а почему именно ослов, а почему это слонов? И вот тогда выходишь тогда в 19 век, и в 19 веке там в одном из журналов, один известный карикатурист тогдашний, он взял и опубликовал, значит, то есть он хотел показать, что демократы, которые вот борются с демократией, отстаивают свою позицию, они напоминают упрямого осла. То есть в отстании своих позиций они будут вести себя как упрямое осло. И демократам эта карикатура понравилась, и они взяли эту карикатуру как символ своей партии. Представляете, это самоирония, насколько здесь высоко, то есть они на это не обращаются, предложи это кому-нибудь на постсоветском пространстве, и для них это так остается. Да, это обидно. Да, вот здесь. Здесь они наоборот на это смотрят. Опять же, я вам так скажу, чем выше самоирония отдельно взятого человека, или чем выше самоирония страны, например, это говорит о силе этого человека и о силе этой страны. Самым таким, самым ироничным человеком на планете, вы даже не понимаете, кто это был, это был Альберт Эйнштейн, человек с самым высоким IQ. Он столько любил подтрунивать над собой, надсмехаться, вот этот его знаменитый высунутый язык, носки не одевал и так далее. Ему было до лампочки, он был Эйнштейн, у него был самый высокий IQ. То есть ему было до лампочки то, что о нем думает в этом плане. Поэтому он мог над собой подтрунивать, иронизировать. Поэтому, а те, которые, чем ниже человек, чем ниже страна, там гордыня, там выпячивание, знаете, форму придумать что-то, а внутри-то пусто, ничего такого нет. А Диоген мог сидеть в бочке, например. И поэтому все Диогена вспоминают, но вспомните всех тех людей, которые тогда правили той территорией, никто их и не вспомнит. В каком виде, ну до нас дошло, он сидел в какой-то бочке вонючей и так далее, но все вспоминают Диогена и все те мысли, которые говорил Диоген. И насколько Диоген был так же самоироничен, ну по мере того, как это до нас дошло, во всяком случае, это для вашего понимания. Вот, что касается республиканцев, почему они слоны? Слоны это консервативные животные. Они именно хотели показать, что вот слон, он патриархальный, он какой-то консервативный, там вот семья, уклад, вот это. Все мамы, пулюс он такой здоровый, это самый большой, и они вот именно это хотели показать. А дальше, когда уже, ну и цвет они выбрали, да, синий это демократы, а красный это республиканцы, поэтому когда вы на карту смотрите во время выборов, тоже вы должны понимать, да, вот так легко, огромное количество этих цветов, это один, по штатам они буквально говорят. А есть огромное количество неопределившихся, это вот первое, что вот эти шесть штатов, куда я призываю всех украинцев, все комьюнити, поехать туда и там заниматься непосредственно. Предвыборные кампании давите на тех и на других, чтобы тема Украины была бы на повестке дня. Вот, это, так сказать, по форме. Теперь содержание, чем они отличаются, да, идеологически самое главное. Демократы это либерали, либеральные ценности, они все же вот так исторически поддерживали. Республиканцы, как я давяще сказал, консервативные. Что такое либеральные? Либеральные, это ближе к социализму, ближе к социализму, все равны и так далее. А республиканцы, наоборот, они за капитализм. Вот простой пример, да. Вот налоги, я же вам сказал. Помимо этой миграционной тематики, миграционные они привязали к Украине. А к Израилю они привязывали, привязывают налоговое законодательство. Потому что там есть борьба за то, что почему демократы хотят, чтобы налоги для богатых были побольше, увеличивать, налоги для бедных меньше. То есть, и получается, чтобы за счет богатых компенсировать социальные заказы малоимущих. Республиканцы выступают против. Они говорят, а зачем? Мы все равны. Если кто-то ленивый, у кого-то плохие успехи, то да все. Капитализм. Если я умнее, я работаю больше и так, значит, у меня зарплата должна быть, доходы. И все, он плохо работает, он не хочет работать на лице. Зачем я должен оплачивать и еще поощрять это все? То есть, у них вот такая мотивировка была. Это потому что сюда же в свое время, когда с Европы уезжали вот эти все пилигримы, да, они же это Нью-Йорк, Бостон и Балтимор, да, вот в основном, где порты, куда они приезжали. А почему они назвали новый свет? Тот был старый свет. И поэтому здесь все поменяли. Здесь нет ни сантиметров, ни килограммов, ни километров. Здесь все майлы, паунты, понимаете, футы. Здесь новая система координат. Мы новую создаем, значит, и здесь будет все по-новому. Нам не нужен социалист, мы будем строить капиталистический мир. В советское время, мы молодая, да, вы тогда не жили. В советское время, как раз и говорили, капитализме, человек-человек-волк, там все деньги, там все дозировано долларом. В принципе, это на самом деле так. Здесь командует парадом его величества доллар. Просто это же еще страна иммигрантов, и весь мир сюда стремится. И за счет этих иммигрантов, естественно, экономика этой страны поднимается, потому что дешевая рабочая сила. И вот тут мы приходим к другой составляющей, вот к этой иммиграционной тематике. Потому что, особенно, если мы посмотрим на границы, здесь же с юга, это испаноязычные во главе с той же Мексикой. А дальше же, вы знаете, сколько там, Сальвато, Гватемала, Пуэрто-Рико, там и так далее, там и тому подобное. Весь Карибский этот регион, Южная Америка. Я уже не говорю с африканских стран, которые приезжают сюда. Поэтому эта граница самая большая, она такая, как проходной двор была, уязвимая. И массе своей эти люди из таких нищих стран, они приезжали, и, естественно, их хорошо использовали, как дешевую рабочую силу для поднятия этой страны на начальном этапе. Но по мере того, как Америка укреплялась, становилась на ноги, становилась мощнее, она сегодня первая экономика. И сегодня, естественно, еще более ужесточается борьба между республиканцами и демократами. Потому что республиканцы говорят, надо пускать в страну, надо ужесточить эту иммиграцию, делать предметы, не проходной двор, кого попало, а надо сделать так, чтобы они были выгодны для Америки. То есть надо людей с образованием, людей с хорошими специалистами, например, и так далее, чтобы они пришли бы и не сели бы на шею американского правительства. Логика есть в их понимании, я это все прекрасно понимаю, когда они говорят. Я не на той стороне, не на этой стороне. Я как эксперт стараюсь вам объяснить эту проблему. Вы уже зрители сами определяете, что вам ближе. И, значит, они говорят, а эти, которые приходят из нищих этих стран, они, естественно, не все устраиваются, а даже устроившись на работу, они оказываются вот в этой градации. Здесь градация какая? До 32 тысяч долларов в год. Это считается малоимущим в Америке. С 32 тысяч до 65 тысяч в год доход. Это считается нуждающимся. То есть не малоимущим, но между малоимущим и средним американцами. Ну, нуждаются они. А 65 тысяч до 200 тысяч – это среднеамериканцы. Среднеамериканцы. Вот я среднеамериканец. Более 200 тысяч – это богатые. 200 тысяч – там миллион, 300 тысяч, миллион, разницы какой нет. И поэтому, а вот теперь, а этим малоимущим – это же тоже определенное количество людей в этой стране. У них не было страховки, они нуждаются в социальных субсидиях. Есть люди, которые по документам подходят под это. А есть жулики, которые по документам делают, что они мало получают. Работают на наличные, например, на кеш. А есть предприятия, которым это выгодно делают, не платят налоги. И таким образом он с двух сисек получает деньги. С одной стороны, получает от того, кто работодатель, которым он за наличные. И, с другой стороны, на бумагах он идет как малоимущий. А потом идет еще в социальные структуры и получает там определенные пособия, которые ложатся, естественно, на бюджет того или иного штата и в целом на бюджет этой страны. Логика в этом есть, я могу это понять. Я просто вам объясняю, в чем их противоречие. Естественно, это же идет потом завтра. Плюс они говорят, нужно сделать минимальную зарплату. Минимальную зарплату по всей Америке. Вот, например, штат Мерлен сделали со следующего года 15 долларов в час. 15 долларов в час. А в каких-то штатах чуть-чуть побольше. Можно и 16, можно и 17. И это в обязательном порядке. А работодатель, который у него 50 человек, допустим, у него в штате, в аппарате, а у кого-то 100 человек, а у кого-то 200 человек. Это же малый и средний бизнес. Это же тоже нагрузка. А он может сказать, у меня лентяй, я его возьму лучше на 10 долларов, а который хорошо работает, я ему дам 20 долларов. А у него получается, что он в обязательном порядке берет какого-то человека, платить должен пицца. В конечном итоге это создает определенные проблемы. Потому что рынок-то он различный. Вот пандемия пришла. Это взлет и падение. Бизнес разный бывает, малый и средний. Поэтому, понимаете, там, где идет капиталистический подход, капитализацию общества, естественно, они, республиканцы, твердо стоят. Там, где идет социальные вопросы, например, вот там миграция. А это же, опять же, эти все, если мы посмотрим на социальный состав тех, которые за кого голосуют, вы увидите, что именно Белая Америка, Старая Америка, вот эти такие фермерские хозяйства стабильные, вот это все, они голосуют за республиканцев. Я уже не говорю, мастер свои богатые. Мастер свои, они голосуют за, ну, среди них есть, конечно, демократ, но в мастер свои они голосуют за республиканцев. А вот эти все, новая волна иммигрантов, особенно вот сейчас их все больше и больше, поэтому республиканцы так уперлись. Это же проблема не сегодня появилась и не 10 лет тому назад. Она давно стоит между ними. Но другое дело, они не могут решить, потому что у них всегда, и редко бывает, что президент, а потом нижняя и верхняя палата в рамках у одного, да, у одной партии. И в этот момент они должны протащить закон. Но здесь американская система, она так устроена, что иногда для того, чтобы прошло через верхнюю палату, например, там нужно 60 голосов. А у них, например, 51-49, вот как сейчас. И чисто 51-49 это не протащишь. Значит, нужно 60. А где 60? Значит, 9 человек надо отсюда найти. А эти 9 человек не голосуют. Они по партийной списку голосуют. То есть корпоративный интерес. И значит, не принимается этот закон. Несмотря на то, что они могут владеть и нижней, и верхней палатой, и президент у них может быть свой, да. И это застопорило. И поэтому десятилетиями они это не принимали. Еще вопрос. Вопрос страховки. Вот когда говорят Обама Кер, Обама Кер. Многие говорят, да, что это такое? Объясняю. Вот Обама Кер, вот эти, которые до 32 тысяч, они получают автоматически. От 32 тысяч до 65 тысяч, в зависимости от зарплаты, градация, то есть пособие. То есть если у тебя 35 тысяч, тебе дадут, ну, образ, просто говорю. 200 долларов, например, ты получишь от государства. Допустим, идешь, страховку покупаешь, получаешь Обама Кер. Она стоит, допустим, 300 долларов. С тебя 100 долларов, а 200 долларов за тебя государство заплатит. Например, ну, вот это Обама Кер. А если у тебя зарплата 60 тысяч, например, тебе государство даст там 50 долларов, потому что у тебя зарплата чуть-чуть повыше. Но после 65 тысяч и туда, да, тебе не полагается Обама Кер. И вот вспомните, как это Обама Кер во времена Обама, Байден протащили в жизнь. Трамп пришел, сказал, я это отменю. Ему не удалось это отменить, несмотря на то, что у них была там и нижняя, и верхняя палата. То есть тогда, да, большинство было. То есть на самом начале это можно, не получилось, не протащили. Поэтому Обама Кер по сегодняшний день существует точно так же. То есть это налоговые моменты. Я уже не говорю о теме абортов. Консервативные республиканцы против этого. Либеральные, они за это, за аборты. ЛГБТ, однополые браки. Демократы за них. Республиканцы консервативные, они за патриархальную семью. То есть это все. Плюс оружие. Вторая поправка. 200 лет назад отцы-основатели придумали вот эту вторую поправку. Но они тогда придумали. Тогда была такая ситуация. Республиканцы намертво стоят. Плюс я уже не говорю о том, что это большой бизнес здесь в Америке. Демократы против этого выступают. Потому что это либеральные. Но когда вы начинаете потом изучать социальности. Сколько у нас тут гомосексуалистов? Сколько лесбиянов? То есть вот это же социальный состав, это все избиратели. Сколько людей за аборты? Сколько против? И как по штатам? Это то же самое. Это тоже социальный состав. Сколько мексиканцев? Сколько афроамериканцев? В тех или иных штатах. И когда ты начинаешь на карту смотреть, на эти цвета, синий, красный, ты начинаешь понимать, где вот эти все тематики, о которых я говорю, они качаются в ту или иную сторону. И это можно вот так, если вот то, что понимать, то, что я говорю, а потом смотреть на карту, ты начинаешь понимать, даже не будучи в том штате, ты уже понимаешь социальный состав этого штата и почему это так. Вот, например, Мерленд. Штат Мерленд, в котором вот я живу. Я под Вашингтоном живу, я между Вашингтоном и Балтимором. Это, так сказать, те многие, которые у нас живут в Мерленде. А DC, Вашингтон, это другой штат. Столица, она считается как отдельный штат, в том числе DC называется. И оттуда также выбираются два сенатора. То есть разницы нет, 50 штатов, все 20 штатов. Маленький штат у тебя или большой, но два сенатора. А конгрессмены в зависимости от количества населения. Самый большой это Калифорния, там больше всех конгрессменов оттуда. Так вот Мерленд. Живешь в Мерленде, работаешь в Вашингтоне, потому что в Вашингтоне зарплата повыше, но живешь здесь, потому что здесь налоги пониже. А почему? Потому что Мерленд считается небогатым штатом, бедным штатом, но один из самых экологически чистых. Потому что здесь нет ни заводов, ни фабрик. Здесь находятся все дачи руководителей Вашингтонской администрации. Ленгли здесь находятся, ЦРУ и все остальные. Потому что это зеленый штат. Едешь вот мимо Ленгли проедешь, только видишь название, а ничего там внутри нет. Потому что все в лесах, вот эти особняки и все там. Ну они охраняются. Но опять же, к чему веду я так? Бедный штат. И вот этот бедный штат традиционно голосует за демократов. Я вот сколько здесь 20 лет живу, здесь такого еще никогда. На президентских выборах голосуют всегда за демократов. Разницы нет. Трамп будет президентом или кто-то. И вот точно так же есть стабильные демократические штаты, есть стабильные республиканские штаты. И они приблизительно 30 на 30 в Америке, а вот 40% штатов, и особенно вот эти 5-6 штатов, которые неопределившиеся, они всегда как маятники. И поэтому, когда конкуренция такая нос в нос, 51 на 49, 52 на 48, очень важно, как поведут себя избиратели в этом штате. И поэтому, естественно, в этом штате поднимают все эти тематики, о которых я вам сказал, и стараются. Вот сейчас, например, что сделал Белый дом? Он взял неделю назад, там, или 10 дней назад, опубликовал список штатов, в которых военно-промышленный комплекс США за два года этой войны заработал огромное количество денег. И в этих штатах, которые принадлежат республиканцам, которые красного цвета, и в котором есть конкретные сенаторы и конкретные конгрессмены, которые выступают против помощи Украине. И Белый дом говорит, вот они выступают против помощи, а вы, благодаря нам, ваши заводы, рабочие места, получаете. Что плохого? Подействуйте на них. То есть вот такого типа идут спекуляции. И поэтому, когда кто-то спрашивает меня из Украины, ну, будет нам помощь или не будет? Конечно, будет. Помощь с этим не связана. Они просто будут спекулировать. И, учитывая, заметьте, исторически Белый дом не шел на компромисс в этом вопросе. Посмотрите, насколько важна сегодня тема Украины, что я не сомневаюсь, что они пойдут на компромисс. И характерной чертой того, что они пойдут на это, вчерашнее выступление президента США Байдена, который сказал, что мы готовы рассмотреть. Это просто так президент такие вещи не говорит. Раз это он бросил в воздух публично, значит, сегодня за кулисами идут эти разговоры. И особенно в этот момент, когда находятся там и Стефанчук, Ермак, Омеров и все остальные, которые встретились со всеми. Ваш президент не выступил. Правильно сделал. Потому что он не должен вовлекаться во внутриполитические дрязги. Вот когда вы там внутри договоритесь, поругаетесь, я президент страны, ваш союзник, я приду, и тогда я должен увидеть. Вы меня спросите то, что надо, я вам скажу, а вы должны мне сказать, что решение принято. Я не буду выступать перед вами, если вы решение это принимать не будете. Вы спрашиваете, зачем я буду бисер метать. Для чего? Поэтому я понимаю, почему он не выступил, потому что не было еще договоренности. Потому что первая часть Морализонского балета, она не была реализована. Поэтому и Байден сказал, чтобы давайте ставьте на голосование. И Джак Шумер поставил на голосование, зная о том, что это не пройдет. 60 голосов там нет. Посмотрите, там нюанс опять же. Тот же Джак Шумер проголосовал против этого. А знаете почему? Потому что это уже надо понимать, как работает Конгресс. Внутри Конгресса есть такое положение, что если ты оказался в списке тех, кто выступил против этого закона, значит ты можешь проявить инициативу снова выставить этот закон уже в другом варианте. И поэтому он взял себя, присоединил к республиканцам. Понимаете? Вот республиканцы по партийному списку 49 человек проголосовали против. Все. До единого. Включая так называемого друга Украины Ленси Грема, который открыто взял, выступил против этого. И сказал, что для меня на первом месте граница, для меня то, да все. То есть, что он говорил там у вас в Украине, вы сами слышали. Что он говорит сейчас здесь. Опять же, это тот Ленси Грем, который еще ратует за президентские выборы и парламентские выборы. То есть, понимаете, да, какая идет игра, и что они могут там говорить, и что для них важно. И насколько они искренни. Поэтому верить этим донайцам, дары принадлежащим, вот так открыто. Не надо. То есть, резюмируя, все то вышескаженное, я поэтому уверенно могу вам сказать, что однозначно они договорятся, потому что значимость этой тематики, я уже не говорю про израильскую тематику, да, и тайваньскую, потому что они так же важны, они так же важны. И вот в этой тематике, тематике Израиля, например, да, позиция республиканцев сильнее, потому что исторические отношения республиканцев с Израилем, с израильским правительством и отношения к той политике, которая намного лучше. Республиканцы плохо относятся к палестинцам, а к Израилю лучше. А у этих наоборот, потому что вот эта социальная тема, вот эта социальная тема, вот это все равны и так далее. То есть, вот это исторически так было. Поэтому, естественно, и та тема спекулятивная, и эта тема спекулятивная. На той теме кровью попьют, я так понимаю, демократы республиканцев. Здесь республиканцы им попили кровью, и они понимают, что будет какой-то компромисс. И на этом компромиссе, и сам факт того, что демократы идут на этот компромисс, это говорит о том, что насколько демократы понимают плохие новости с украинского фронта, никакой перспективы в победе в президентских выборах. Именно исходя из этого, я не сомневаюсь, что они пойдут на компромисс. А когда это будет? До Нового года или сразу после Нового года? Это не столь важно. Насколько я могу судить, вот это давление, они хотят это сделать до Нового года. Именно поэтому десант украинский там очень сильно поработал, и президент так публично это сказал. И вот сейчас они за кулисами говорят. Вот я с вами разговариваю, говорят, они и завтра будут говорить, и послезавтра. Потому что это можно решить в течение одного дня. Ежели договорились. Договорились, значит, все прошло, сел на стол президент, он подписал. Поэтому Америку любит дотянуть все до последнего, знаете, до 14-го числа, за 5 минут до того, как кукушка начнет кукукать, да, там, в часах. Вот такого тебе, это уже шоу. Но можете не сомневаться, вы получите финансовую помощь, ту, к которой президент обратился. Я надеюсь, я подробно ответил на этот вопрос. Да, тут интересно получается, если резюмировать, что выходит демократам выгоднее, чтобы в стране было больше бедных людей и больше мигрантов, а республиканцам выгоднее, чтобы было больше богатых и местных жителей. Но при этом для демократов вопросы Украины сейчас, как бы, ставки стоят выше. И они, это очень хорошая новость, что в перспективе готовы пожертвовать, возможно, где-то своими вот этими, своей идеологией в отношении границы для того, чтобы все-таки получить проголосованный законопроект про финансовую помощь для Украины. Еще хотела бы с вами, у нас не очень много времени осталось, давайте, может быть, попробуем как-то так тезис на этот вопрос затронуть. Но мне кажется, он тоже достаточно важный. И опять-таки из-за этого голосования в Конгрессе не так много ему внимания уделили в Украине. На этой неделе, о чем этот вопрос? Он в первую очередь связан с косвенными прибылями, доходами России, из которых в последующем Россия и убивает украинцев. На этой неделе президент Российской Федерации посетил лидеров, встретился с лидерами Саудовской Аравии, не только с другими арабскими странами. И вот, как известно, россияне, они зарабатывают на нефти, на газе. В октябре этого года была вот такая информация, что Россия заработала на энергоносителях 550 миллиардов евро. Это вот так для понимания. Вся затратная часть бюджета годового Украины 90 миллиардов, то есть 550-90 миллиардов, несколько раз. И удается по сей день России зарабатывать на нефти, потому что цены на нефть выросли в прошлом году, а произошло это не в последнюю очередь, потому что Саудовская Аравия, как лидер негласный ОПЕК, поддержала в свое время ограничения добычи нефти. И таким образом они подогрели этот рынок. Ну и вы уже в своем интервью говорили о том, для чего Владимир Путин приехал к саудитам, в том числе и договариваться об этих финансовых, экономических вопросах, потому что ему необходимо где-то черпать ресурс для продолжения вот этой вот агрессии в Украине. Но никто не поговорил о том, а что интересно Саудовской Аравии, почему они принимают Владимира Путина. У меня тут вопрос, что как вы считаете, какая сфера интересов саудитов сейчас, что могло бы на них повлиять для того, чтобы они, возможно, в этой нефтяной игре начали подыгрывать Западу, например, который пытается ограничить доходы России на нефтересурсах, а не России? Ну, здесь очень важно тогда понять историю Саудовской Аравии. Я много лет жизни посвятил, так сказать, всей этой территории, поэтому и по своей первой специальности я ойл-инженерник. Я оканчивал в свое время в Азербайджане нефтяную академию, поэтому с момента, как бурить скважину и как она выходит в сепараторы вот так газом туда, их там поджигают, я весь этот момент достаточно несколько лет жизни посвятил, и я посвятил это как раз-таки в арабском мире. Вот, поэтому я довольно неплохо эту территорию знаю и вообще эту тематику. Вот, и могу вам сказать, что где-то уже в 30-е и 40-е годы, когда вот начались вот эти отношения между Соединенными Штатами Америки и Саудовской Аравии, которые по сегодняшний день продолжаются, там уже почти, как вы понимаете, 90 лет этим отношениям стабильным. И там и американская военная база, там и американские компании работают, и Америка сегодня на протяжении всех этих лет, Саудовская Аравия, несмотря, так сказать, на сложность внутриполитического устройства этой страны, менталитета, культуры и всех остальных нюансов, она была, есть и остается по сегодняшний день стратегическим партнером США в этом регионе. И она, там находится, например, сегодня военная база США, и туда прилетает президент России в сопровождении четырех истребителей, понимаете, да, то есть это что должно такое произойти, например, во времена Советского Союза такое было невозможно, потому что Саудовская Аравия во времена противостояния США и Советского Союза, она была вражески настроена, она прямо называла Советский Союз атеистическим безбожным государством, поэтому тогда Саудовская Аравия была главным, который в афганской войне, вот этой самой, а за ними стояли Соединенные Штаты Америки, вот Саудовская, вот тогда появился этот Бен Ладен, Бен Ладен, который гражданин Саудовской Аравии, все они вот моджахеты, они как раз-таки в Афганистане воевали, Пакистан как раз-таки тоже, все, они жили и работали там, и базы находились на территории Пакистана, Соединенные Штаты Америки, их разведка и военно-промышленный комплекс, естественно, они обеспечили, опять же, не на том уровне, стингеры, джавелины, вот это все на том, но опять же, консолидация афганского общества и разношерство афганского общества, там и таджики, там и узбеки, там и пуштуны, но они все вот объединились, и генерал Дустум узбекский генерал, и Ахмад Шахмасуд, который тоже был одним из лидеров, то есть вот они все, они объединились против атеистов, против безбожников, И несмотря на то, что Советский Союз осуществлял там ковровые бомбардировки, там погибло огромное количество людей, вот за это 10 лет там приблизительно погибло миллион афганцев, миллион афганцев, по официальным данным Советского Союза погибло 15 тысяч советских солдат, где-то 50 тысяч пропали без вести, ну это официально, значит умножаете на несколько, в Советском Союзе это врали, вот и сравните с тем, что происходит сегодня у вас в Украине, сколько они здесь потеряли, то есть Советский Союз был в разы сильнее нынешней России, А помощь, которую получает, получал Афганистан тогда в разы меньше, чем та помощь, которую получаете вы, то есть поэтому просчитайте перспективы, да, этого всего, насколько ситуация с точки зрения той войны и этой войны в вашу пользу, вот, и тогда до 91-го года так это продолжалось, и у них не было даже отношений, то есть вражеские были отношения, я помню, когда я работал в Йемене, Южный и Северный, два Йемена было, и как раз-таки Южный Йемен, он был просоветский, Северный был просаудовский араз, то есть не прозападный, а он более религиозный, и когда вот Советский Союз уже перестройка, вот Советский Союз уже стал идти к своей катастрофе, тогда и Саудовская Аравия поглотила эту Южный Йемен, произошло объединение, и всех советских оттуда, я как раз был в этой компании, да, нас всех оттуда отправили обратно в Советский Союз, потому что Саудовская Аравия поглотила, и поэтому далеко не случайно там сегодня продолжается эта война, если вы помните, и именно потому что сегодня туда, опять же, Россия, тихо-тихо встав на ноги, и тот же Иран, и они сегодня используют эту тему против Саудовской Аравии, потому что на этой территории, на этой географии главный противник Саудовской Аравии, это тот же Иран, потому что это ваххабиты, ну, то есть я хочу, чтобы вы понимали, это вечная историческая вражда, да, между суннитами, шиитами, так же, как, вот, например, католики и православные, да, исторические, и по сегодняшний день папа римский и патриарх российский, патриарха никогда друг к другу визит не совершали, это тысячи лет, потому что Ватикан предал анафеме, да, Москву, я имею в виду, русскую. Ну, папа приглашает время от времени. Нет, приглашать они могут, я имею в виду, дело в том, что вот это анафема, да, это тысячи лет, то есть такое же противостояние, такое же противостояние историческое между суннитами и шиитами, а в Саудовской Аравии последние 200 лет самое радикальное крыло ваххабизм. В свое время был такой теолог, который проповедник Абдул-Ваххаб, кстати, он из Великобритании там появился, да, делайте вывод, не случайно появился, такие люди случайно из таких демократических христианских стран. Аятолла Хумейни, Рухолла Хумейни, из Парижа в 79-м году прилетел и совершил тегеранскую, исламскую революцию в Иране в 79-м году. Из Парижа, из коллективного запада. Абдул-Ваххаб 200 лет назад из Лондона приехал туда, в Саудовскую Аравию, и там сегодня ваххабизм, радикальное крыло. И Соединенные Штаты там стратегический партнер, и базы, и бизнес, и все остальное. Внутри населения антиамериканизм, знаете, какой сильный там? Не менее сильный, чем в том же Иране. То есть антиамериканизм там очень сильно развит, и при всем при этом они понимают, что это бизнес, и делают на этом деньги. Там, когда выгодно, они дают вперед лозунги, и на этом лозунге они действуют, и те, и другие. Вот сегодня противостояние между, вот в Йемене, то, что оно было на протяжении многих лет, это было противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Иран здесь большего добился успеха, потому что американцы после развала Советского Союза старались уходить, не так заниматься, потому что они думали, Советского Союза нету, нам там больше делать нечего, Россия не придет. И профукали эту всю территорию. Россия, тот же Китай, они вместе стали монстрами. Россия получила за 20 лет вот этих коррупционных дел с той же Европой. Огромные деньги сегодня Россия стала предъявлять. 2007 год, 2008, 2014 и так далее. Я уже на этом много говорил, поэтому не буду, тезисно прохожусь. И вот что происходит за последнее время. Я напоминаю ядерную сделку, которую, опять же, я не говорю, на чьей я стороне. Я беспартийный, мне до лампочки, что те, что другие. Констатация фактов. Почему сегодня стало возможным и зачем он прилетел туда. Дело в том, что надо, ну, экскурс недавний, я исторический экскурс сказал. Вот недавно ядерная сделка между США, первую очередь, Обам и Керр. Это Обама, Байден. Это они сделали вместе с европейцами, своим союзниками, французами, немцами. И Россия в том числе. Они сделали вот эту ядерную сделку. То есть пошло на улучшение. Это вызвало недовольство Саудовской Аравии. Это вызвало большое недовольство. И это сделали демократы. Напоминаю, и тогда это попало еще на убийство журналиста Хашоги. И это еще больше ухудшило взаимоотношения между Соединенными Штатами Америки и Саудовской Аравии. Пришел Дональд Трамп. Он наплевал на убийство. Он сразу заключил контракт на 110 миллиардов. И моментально отношения как будто бы улучшились. То есть я говорю о ценностях, которые здесь как будто демократы говорят, здесь как будто республиканцы. И тем и другим наплевать на журналиста Хашоги. Как пример, я вам сейчас объясняю. Байден и его администрация сказали, что мы придем, мы этого Бен Салмана и так далее и тому подобное. Последними словами. То есть терроризм и все остальное. И критиковали Трампа. Который говорит, вот ты продал за 110 миллиардов наши ценности. Трамп ушел, ушел Байден. Напоминаю, как недавно он ездил туда и встречался. И также просил этого Бен Салмана о том, чтобы он взял бы и увеличил бы добычную нефть. Потому что три страны на планете, которые больше всего нефти добывают. Саудовская Аравия, США, Россия. Ну и еще много других стран. Плюс есть ОПЕК. В ОПЕКе командует парадом Саудовская Аравия. Значит, когда нужно было Саудовская Аравия по отмашке из США, вбрасывало огромное количество нефти на рынок, значит, цены падали. Или же она уменьшала. То есть зависит от того, что нужно американцам. И это влияло на политику Советского Союза. Единственный раз они пошли против американцев, это когда в 70-е годы война началась на Ближнем Востоке, с Израиля. Вот тогда против американцев они сделали эмбарго. Тогда в Америке очень сложные были экономические вопросы, связанные с бензином на заправках. Вот. И после 11 сентября в том числе. И еще после 11 сентября тоже были такие напряженные отношения. Вот сегодня Бен Салман наказывает Байдена тем, что он не поддерживает вот этот потолок. Потому что он будет поддерживать, когда для него это очень важно. Это главная статья дохода. И при всем при этом американская база там стоит. Американцы сейчас рассматривают создание еще определенной базы. Потому что американцев используют эту территорию не только как нефть, но еще плацдарм против того же Ирана. И поэтому американцы болезненно прореагировали на то, что Китай в этой ситуации сумел как-то помирить их. Ну, временно помирить. То есть это опять же, помириться они завтра снова могут воевать, как враги. Вот на йеменской теме они воевали, как будто тормознулись, потому что это ни теми, ни другим, как будто невыгодно. Сейчас идет вот такая турбулентность. И здесь и Китай играет большую роль. Видите, посмотрите, на какой степени надо Китаю вмешаться, что Китай сумел сделать такое предложение двум врагам. Саудовской Аравии и Ирану. То есть, как говорят, сделай такое предложение, от которого нельзя будет отказаться. И они не отказались. А почему они не отказались? Потому что они сейчас играют на противоходе. Все, что плохо для Америки, значит хорошо для Ирана. И в определенном моменте сегодня это хорошо для Саудовской Аравии, потому что Саудовская Аравия свой счет, свои претензии к США. И он теперь играет на этой теме. Он играет ровно на этой теме. Это как Орбан. Играет сегодня с Евросоюзом. Он играет с Евросоюзом. Он стоит определенных денег. Этих денег в России нет. Но Россия что-то ему подбрасывает. В том или ином вопросе. Но в России нет этих возможностей. И экономических, в том числе, тем более, когда границы закрыты, когда и санкции, когда завтра этому Орбану мало не покажется. Но Орбан хочет высосать для своей страны. Много чего у таких богатых, как немцы, у французов. Поэтому, а там они идиоты, приняли консенсус. 27 стран. Вот как в свое время приняли устав Организации Объединенных Наций. И ничего сделать не могут. Эти 5 стран стоят над правоведом, над законом. Здесь то же самое. И чтобы теперь надо это поменять. Надо поменять. А как поменять? Для этого нужно пройти процедуру. И через Европарламент это все надо делать. Ну вот сейчас они уже задаются этим вопросом. Но за один день это так же не сделаешь. Орбан понимает, что за один день это не сделаешь. И он будет на этом теме спекулировать ровно столько, сколько возможно. Пока его цену не заплатят. Пока ему не заплатят или французы, или немец, или сам Брюссель. Что-то должно быть. Но у него, видите, получается. Вот он спекулярирует, играет на этой теме войны. Потому что все понимают, что консенсус. Его голос нужен будет. Точно так же, как и здесь. В этой тематике касательно... Вот, посмотри. Точно так же, как в этой тематике Саудовская Аравия играет. Саудовская Аравия. Она же стратегический партнер США. И стратегический партнер США идет на восстановление отношений. Вроде бы с врагом США, Ирана. И в этой тематике здесь посредником играет другой противник. В виде Китая. Это нравится здесь США? Особенно нынешняя администрация? Конечно, нет. Естественно, они начинают говорить. А этот говорит наверняка, нам нужно то, нам нужно то, нам нужно то. А ты же этого не сделал. Он говорит, а я не могу. У меня тут выборы. Неправильно поймут. Мои избиратели будут по-другому голосовать. Ну, он говорит, а что ты хочешь? У меня тоже свои интересы там есть. Я буду теперь на этом теме, тебе наплевать на Украину. И мне наплевать на Украину. Ты спекулируешь на Украине. Я буду спекулировать на Украину. Но я буду лучше спекулировать. Мне надо будет, я и деньги им подброшу. Мне надо будет, я и пленных буду освобождать. Потому что я не объявил себя главным союзником Украины. Ты главный союзник Украины. Ты в Рамштайне. Ты командуешь этот парадом. Поэтому тебе претензий больше. Плюс у тебя президентские выборы. А я наследный принц. Так, это моя жизнь, и я здесь буду главным. То есть у меня проблем с этим нет. Но с другой стороны, американцы же понимают, что он сегодня выпендривается, а завтра они захотят на него наехать, он пойдет, бежит к тому же Китаю. Он будет играть на противоходе. Вот сегодня Россия играет на противоходе между Китаем и США. Китай играет в своем противостоянии с Соединенными Штатами на противоходе Саудовской Аравии, Иран. Это я конкретно просто кусочки, а также по всей планете, если пойдете, и везде увидите. Там, где США наезжает, значит появится или Китай, или Россия с другой стороны. А та же Венесуэла, Гаяна. И вы это увидите, если завтра там опять же напряжение будет. Где, кстати, тоже добывают нефть. И в Венесуэле, и в Гаяне. Да, это тоже одна из самых высокодобывающих. Плюс эта борьба за эту Гаяну же не просто так. Мы там нашли залежи нефти. Как раз, да. Нашли в Великобритании, Соединенные Штаты Америки. Просто так они это не дадут. Значит, это тема спекулятивная. Значит, можно там создать определенное напряжение. Тем более рядом с Соединенными Штатами. Это понравится здесь на выборах. Электорат. Конечно, не понравится. Скажут, ну что ты за президент? Ты пришел, елки-палки. Там война. На Ближнем Востоке война. В Украине война. Здесь война. Значит, ты никудышный президент. Гони его шею. Могут это говорить республиканцы? Конечно, будут говорить. Булист и так с таким позором ушел с Афганистана. Вот это и происходит. И поэтому это все в конечном итоге выливается в Конгресс. Это все потом вот вбрасывается в информационное поле. И так сложно ориентироваться. Я понимаю, зачем Россия поехала. Россия также продолжает играть. Она хочет использовать вот эти все многие противоречия, которые сегодня на повестке дня. Она играет же так не только с Саудовской, она также и с Турцией играет. Турция член НАТО. Правильно? Турция стратегический партнер США в этом регионе. Однозначно. Ну, как только Россию увидел, что появились проблемы. То есть, если до этого, до президента Эрдогана была другая Турция, которая под козырек стояла перед Соединенными Штатами Америки, это другой человек. И правильно он себя ведет. Например, для моего Азербайджана это идеально. Потому что именно благодаря тому, что была в Турции, сегодня ни США, ни Брюссель, ни Париж, ни Россия не вмешались. И мы завершили эту тематику. И сегодня, вот вчера, кстати, потом, если будет интересно, я могу сказать, вчера уже было историческое заявление. Впервые за все это время офис президента Азербайджана и офис премьер-министра Пашиняна одновременно выступили заявлением. Обмен пленов состоялся. Азербайджан отпустил жест доброй воли 32 человека. Два человека армяне отпустили. Эти признают кого-то в их климатическом конференции, чтобы Азербайджан там возглавил. Азербайджан говорит, мы сделаем так, чтобы Армении. То есть огромный позитив пошел. Два заявления. Так просто не бывает. А когда она появилась? О'Брайен приехал в Баку. На другой день это появилось. А О'Брайен приехал с извинениями. Две недели назад он глупо сляпнул. А потом Блинкин извинялся. Видите, процесс пошел. К чему я это веду? Я к тому говорю, что вот на противоходе, на противоходе все играют в этом мире. И Турция в том числе. И Соединенные Штаты в том числе. Евросоюз, Орбан, Саудовская Аравия, Россия, Кита. Все играют. Та же Франция. Посмотрите, как они играют. Посмотрите, они поехали сейчас в Китай. То, что говорил там Урсула фон дер Ляйен, то, что там говорил Шар Мишель, Жозеф Баррель с китайцами. Совершенно не то, что говорили американцы. Евросоюз не хочет принимать участие, быть на чьей-то стороне. Потому что тут полтора триллиона оборотов. Но половина из них это Евросоюз. Половина США, половина Евросоюз с тем же Китаем. Зачем им бодаться? И они открыто говорят, мы не хотим. Мы Россию наказали, потому что Россия нарушила правила. Вы не нарушаете правила. Ну, есть там некоторые нюансы. Вот там 13 компаний, то, да, все. Займитесь, пожалуйста, этим. Не переходите к Красной Львии. Мы хотим с вами сотрудничать. То, что говорят Европа, Китай, отличается от того, что говорит США. Просто они не так откровенно это говорят, потому что все-таки они зависят от США тоже в той мере. Поэтому это такая большая игра, просто ее надо понимать. Я не думаю, что Саудовская Аравия нарушит как-то. Она не нарушала за эти 90 лет в этих красных каких-то линиях. Она знает, насколько Соединенные Штаты сегодня сильно влияют. Соединенные Штаты, если захотят, они поменяют там и режим в этом самом. В Саудовской Аравии точно так же. Для этого есть огромное количество возможностей. Но им это невыгодно. И Бен Салман об этом прекрасно осведомлен. Они понимают. Это то же самое, что, например, Путину невыгодно менять Лукашенко. Он же его не любит. Но он же, видите, его держит. Потому что, а как у него может поменять? Он другого Лукашенко найдет? Нет, другого нет. Я думаю, Лукашенко Путина не любит, но выбора нет. Заметьте, да, и этот на этом, Лукашенко же на этом тоже играет. Он играл на этих спекулятивно с Ельциным. Он понимает, насколько руководителю в Кремле важно иметь эту территорию антизападную, антиевропейскую. То есть быть фарватором российской, кремлевской. Но за это он должен что-то получать. Бесплатно там газ или за копейки газ или там что-то. Или просто дарить здесь бюджет просто деньги. И Россия это делает. Все годы правления того же Лукашенко. Вот такого типа как раз-таки игру и ведет себя Саудовская Аравия. Но я не думаю, что это в конечном итоге как-то отразится на вас плохо. Более того, я так думаю, даже это хорошо с одной стороны. Когда на Западе и избиратели, и все те, кто собираются в том же Рамштане, они понимают, что если там что-то будет усиление, это значит против политики. Значит, если оттуда придет, ну грубо говоря, 100 ракет в Россию, значит отсюда должны прийти тысяча ракет в той же Украине. Потому что если они занялись тактикой того, что Россия не должна выиграть, а Украина не должна поддерживать, значит они должны поддерживать хотя бы эту тематику. Вы понимаете, хотя бы на этом уровне. Поэтому я не думаю, что в результате произойдет что-то такое, что будет плохо для Украины. Это наоборот подвигнет те же Соединенные Штаты Америки более активнее действовать в этом регионе, а в конечном итоге это приведет выгодно для Украины. Потому что улучшение отношений с Китаем, это хорошо для Украины. Улучшение и Евросоюза, и Соединенных Штатов Америки. Если улучшение отношений с Саудовской Аравией, это хорошо для Украины. Улучшение отношений с Турцией, это хорошо для Украины. Потому что все эти страны традиционно, исторически, они находились в фарватере внешней политики США. Просто в Соединенных Штатах Америки последние 30 лет бардак. И демократы, и республиканцы, они профукали внешнюю политику. Они этим не занимались после развала Советского Союза, после победы над ними. Поэтому они и пожинают эти плоды. Поэтому я не поддерживаю ни ту партию, ни другую. Они все спекулируют в огромном количестве, такое количество вот этих людей, которые виноваты в этом. Они сегодня и в Белом доме, и в Совете национальной безопасности, и в Конгрессе. А многие стали экспертами, которые виноваты вот в этой перезагрузке и продолжают это выходить. И объяснять, почему, что, как. Они проталкивают интересы той или иной партии. Поэтому поменьше их слушайте. В конечном итоге, я извиняюсь, что так опошел все, и в конечном итоге прихожу опять же к моей этой главной фразе. Помощь дадут, да. Это очень важно понимать, что помощь вы получите не на том уровне, на котором вам надо, но на том уровне, на котором вы регулярно это получали. Если вы будете усиливать давление, вы получаете ее намного больше. Вам просто нужно усиливать давление, потому что здесь идут выборы. Как на вас спекулируют, так и вы на этом спекулируете, однозначно. Сегодня у вас есть для этого все возможности. И не сомневайтесь о том, что через Конгресс это пройдет, и Белый дом будет до конца вас поддерживать. Иначе ни Байден, ни его команда, я не знаю, кто там еще будет, может быть, и не он будет, они не удержатся в Белом доме. А республиканцы на одном вот таком этом самом, что отрицать Украину и поддержку Украины, они никогда не смогут против власти.